Всем привет! Как ни странно, но собирать ПК можно по-разному. Кто-то собирает его новым в магазине, кто-то заказывает его с Алиэкспресс, а кто-то и вовсе собирает компьютер на Авито. Сегодня я хочу вам показать крутую игровую сборку ПК, которая совместит в себе как новые комплектующие, так и б.у. железяки с Авито. А бюджет нашей сборки сегодня будет целых 40 тысяч рублей. За эти деньги я подобрал лучшие комплектующие, чтобы получилась максимально крутая сборка ПК за 40к. Ну а перед тем, как мы начнем собирать наш комп, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, давайте начнем делать нашу топовую сборку ПК. Самым главным компонентом нашей сборки сегодня будет всеми любимый процессор Ryzen 5 2600. Чтобы сильно не тратиться, его мы возьмем на Авито за 6 тысяч рублей. Все цены с Авито я буду говорить средние по всем объявлениям, которые мне удалось найти. Но знайте, что на Авито не все продавцы добросовестные люди. И перед покупкой комплектующих там лучше тестировать их вживую и не попасться на мошенников. Чтобы не изобретать велосипед, я взял охлаждение для процессора одной из самых популярных. Ведь на охладе особо много мы не сэкономим. Да и потратиться сильно нам не придется. В общем, берем башню Deepcool Gamax 300 за 1499 рублей в магазине. Ее нам с головой хватит для нашего шестиядерного райзена. А если в будущем вы будете делать более мощную сборку ПК, то скорее всего вы сможете ее не менять. Но это уже будет зависеть от процессора, который вы поставите. Материнскую плату под наш камень я выбрал самую простенькую, но новую. Так как брать бы у материнские платы не сильно хорошая идея. А у новой плюс ко всему будет гарантия. В общем, это все также народная Gigabyte B450M S2H с отличным питальником и охлаждением на цепях питания. Плюс ко всему два слота под АЗУ дадут нам отличный разгонный потенциал памяти. Берем эту материнку за 4499 рублей. Кстати, многие писали в комментариях под прошлыми видео, что я продался Gigabyte. Но если здраво подумать, какую материнскую плату вы сможете найти за такие деньги с радиатором на MOSFET. Конечно, это не самое главное в материнской плате. Но скольким людям я уже собирал на этих Gigabyte'ах и ни у кого проблем с ними не было. Конечно, в более дорогом сегменте есть уже неплохие аналоги от других компаний. Но как по мне, за свои деньги это лучшая материнская плата. На оперативной памяти сегодня мы экономить не будем. Но и брать топовые планки бюджета у нас не хватает. А брать с Авито АЗУ в целом можно, но скорее всего вы наткнетесь на планки, которые плохо гонятся. И человек продает их именно из-за этого. Поэтому возьмем кит из двух планок Patriot Viper Blackout за 6099 рублей. Прямо из коробки мы получим 3000 МГц с 16 таймингами, а более опытные пользователи смогут спокойно ее разогнать. Такой памяти нам вполне хватит для этой сборки ПК, чтобы получить неплохой FPS и не выкидывать гору денег за топовые планки. Ну и теперь мы приблизились к самому ответственному выбору сборки за 40 тысяч рублей. Так как денег у нас немного, нам придется выбирать видеокарту на Авито. Сразу хочу предупредить, что не все карты после майнинга являются трупами, а большинство продавцов вряд ли вам скажут правду, что именно делалось на этой карте. Поэтому методом тщательных тестов при покупке мы берем очень сильную видеокарту GTX 1070. Средняя цена такой карты на вторичке составляет 12 тысяч рублей. Но помните, что тестировать видеокарту при покупке нужно обязательно. Нужно будет провести как внешний осмотр на наличие следов ремонта, так и погонять ее в каком-то фурмарке. Возможно в играх. Также стоит обратить свое внимание на кулера видеокарты. Очень часто они могут быть уже при смерти. Ну а если у вас бюджет на сборку ПК меньше 40 тысяч рублей, то можно чутка сэкономить и взять видеокарту попроще. Например, RX 580 на 8 гигабайт. Но на мой взгляд, GTX 1070 за 12 тысяч рублей это очень сильная видеокарта, которой идеально хватит для игр в Full HD. Блок питания для нашей сборки мы будем брать новый, так как никто не знает в каком состоянии блоки питания на авито. А разбирать при покупке блок питания и замерять его вряд ли кто-то захочет. Я присмотрел один из моих любимых блоков питания Zalman LE2 на 700 ватт. Этот блок питания обойдется нам в 3899 рублей и сможет спокойно запитать как GTX 1070, так и очень прожорливые карты RX от компании AMD. Плюс ко всему его хватит и под более мощные восьмиядерные процессоры Ryzen. Дальше нам необходимо определиться с накопителем. Брать новый жесткий диск достаточно дорого и для сборки ПК за 40 тысяч рублей это явно глупая затея. Поэтому мы возьмем жесткий диск на 320 гигабайт авито за 600 рублей. Объема немного, но даже для двух самых огромных игр нам этого хватит. Ну и конечно же в пару к нему возьмем SSD на 120 гигабайт. В целом можно взять абсолютно любой SSD, но мне присмотрелся APacer AS350 Panther, на котором недавно собирался один из моих подписчиков. Возьмем этого красавца за 1850 рублей и поставим на него винду и все необходимые программы. Ну и теперь осталось все наше железо где-то собрать. А бюджета разгуляться у нас особо нету. Поэтому возьмем самый обычный корпус Aerocool CS1103 за 1699 рублей. За эти деньги мы получим даже кулер на 80 миллиметров в комплекте, чего в целом хватит, чтобы наши комплектующие не закипали. Но хороший обдув никогда не повредит, так что в будущем можно будет докупить кулеров. Итого такая сборка обойдется нам в 38145 рублей. Пару тысяч я специально оставил запасными, если вдруг в вашем городе что-то из комплектующих с авито будет стоить дороже. В целом такой сборки с головой хватит для отличной игры в Full HD и на все современные онлайн проекты. Например в Apex Legends мы спокойно получаем 116 кадров в среднем на ультра настройках. На мой взгляд это вполне неплохой результат для сборки ПК за 40 тысяч рублей. А в Metro Exodus мы сможем получить стабильные 60 FPS на ультра. Плюс в нашей видеокарте стоит 8 гигабайт памяти, что со временем может дать небольшой прирост в сравнении с 6 гигабайтными картами нового поколения. В целом на мой взгляд сборка выглядит очень годно. При малом бюджете в 40к рублей можно спокойно собрать игровой ПК. Ведь покупая на авито мы можем позволить за эти деньги взять GTX 1070. А при сборке из нового железа нам бы пришлось довольствоваться какой-нибудь GTX 1650 Super. В целом я надеюсь что сборка вам понравилась. А ссылки на все комплектующие вы сможете найти в закрепленном комментарии. Также хочу напомнить, что у меня есть группа в контакте, где вы можете написать мне сообщение, если вам нужна помощь в сборке ПК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья! Субтитры сделал DimaTorzok